Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые радиослушатели, интернет-портал радиоцентра Сан-Гейтс начинает свою программу сегодня пятница, 24 февраля, ну, надо поздравить с бывшим днём советской армии военно-морского флота, я это ещё помню, 23 февраля, с днём 23 февраля, всех защитников, ну, правда, это теперь уже называется, насколько я знаю, День Отечества. Я считаю, что это и женский, и мужской праздник, потому что многие женщины служат и поздравляют сейчас всех, ну, как бы, вот так. Всё правильно. И, да, и служат, и служили, и вот совсем недавно это к этому не относится, я прочитал, или, точнее, по радио сказали, сколько наёмников из России сражаются на территории не тех государств, которым, казалось бы, надо было сражаться. То есть, сегодня почему-то все сражаются за деньги, вот, раньше сражались за Родину, а сегодня сражаются все за деньги, но не все, некоторые. Хорошо, дорогие друзья, мы начинаем нашу программу, у нас на связи, как всегда, по пятницам в это время, 8.30 утра в городе Чикаго, 6.30, это территория Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Калифорния, территория Восточного побережья, Нью-Йорк, Вашингтон, время 9.30. Ну, и у нас на связи Елена Порецкая, Россия, экстрасенс, маг и волшебник, парапсихолог, гадалка и человек, который очень и очень серьёзными вещами занимается и помогает тем людям, которые, ну, на которых какие-то порчи наводятся, которые получают какие-то энергетические атаки. Вот мы в прошлый раз говорили о способах защиты, ну, и в то же время о способах снятия вот этих негативов. И сегодня мы поговорим о некоторых, надо сказать, секретах, этими практиками не все умеют заниматься, даже парапсихологи, даже те люди, которые разбираются в таких вещах. Ну, Лена сама расскажет. Лена, здравствуй. Привет, Майкл. Привет, все, кто нас смотрит и будет смотреть. Привет. Я хочу сегодня продолжить тему прошлой передачи и немножечко рассказать, капельку времени занять, про отливку на воске. Я, как бы, недавно начала практикой это заниматься. Что она из себя представляет? Обычно, когда с человека снимаешь какой-то негатив, нужно отдать, как бы, жертву. В черных оккультных практиках там обычно делают, режут петухов, кур, как бы, отдавая их в жертву, да-да-да, проводя определенные обряды. Также, кстати, в шаманских практиках и в каких-то религиозных культах тоже присутствует, как, кстати, и воду, использование живой крови жертвенного животного. Молодец. Ну, нет, это уже сатанизм, да. Это сатанизм, да. Но так как воск – это живой продукт, изготовленный пчелами, соответственно, да, он берет на себя очень хорошо негатив. Как это делается? Обычно я снимаю негатив, естественно, и на картах, и, соответственно, я это делаю в своем сознании, да, то есть, работая с клиентом. Это я могу это делать и на расстоянии, соответственно, то есть, и через скайп, ну, в принципе, как бы для меня разницы нет. Вот я сейчас покажу одну отливочку, она меня очень заинтересовала, это человек из США. Значит, в этом случае я снимала с человека пробой по, да? Лена, я прошу прощения, дорогие друзья, надо все-таки сделать какие-то некоторые пояснения. Вот я со стороны радиослушателей, телезрителей, не знаю, ну, Лена, естественно, рассказывает то, чего она знает, поэтому ей это понятно. Ну, дело в том, что, вот, допустим, как я это понимаю, а Лена меня сейчас поправит, если я не правильно понимаю, то есть, допустим, на человека наведен какой-то, какая-то порча, какой-то энергетический удар, и надо снять. Снять что снять? Вот эту порчу надо снять. Но ведь она просто так не снимается, просто так она куда-то, вот где-то она не уходит. Она должна куда-то уйти, есть несколько практик, много может быть практик, есть практика отвода, вывода его и сброса там в землю, там через ноги, есть способ где-то еще. Короче говоря, вот этот негатив нужно куда-то сбросить, но не сбросить его, как сбросить там атомную бомбу куда-то на территорию, где проживают люди, или на какого-то другого человека. Нет, ни в коем случае. А это надо на какие-то нейтральные вещи, я правильно понимаю. В данном случае речь идет о живом продукте пчеловодства, воск. Значит, воск может снять как хорошее, так и плохое. Это, кстати, к тем, кто любит сам снимать, сразу отношу, да? То есть с этим надо быть очень осторожным, как, кстати, и выкатка негатива на яйцо. То есть в момент снятия нужно правильно думать, прямо скажем, и, соответственно, эксперт тоже должен правильно думать, что он с вас снимает. Вы должны понимать, что человек с вас может снять и хорошее, да? Вот. Так вот. Для чего делается на живой продукт? Яйцо, особенно если оно из-под курицы сразу взято, либо, особенно если петухом потоптало, ну, потоптанное яйцо, потому что там завязка идет живого существа. То есть негатив уходит на живое. Вы как бы в жертву отдаете живой продукт, который забирает на вас, с вас вот этот негатив. Вот в данном случае, так как у нас существует, у каждого человека существуют завязки родовые, реинкарнационные, приобретенные, плюсовые и минусовые. То есть человек может по жизни где-то чего-то набирать, как опыт, как хороший, так и плохой, делать ошибки, кого-то обижать, сам обижаться, и в итоге все это у него происходит, выливается в какую-то форму заболеваний, проблем по, значит, здоровью близких, родных, которые потом, кстати, переходят детям. Это называется уже родовой негатив. Так вот воск, он забирает на себя в том числе и родовые вот эти негативные взаимосвязи, переданные вам генетическим путем, да, вашими родителями. Соответственно, вот одна из примерных отливок, я хочу вам показать. Это, я снимала с человека из США, негатив. Это первая отливка на воске с нее. Тут идет пробой по деторождению, родовой негатив, да, соответственно, приобретенный негатив – это порча по здоровью заболевания, да, вот тут если кто-то посмотрит. Чем интересна эта отливка? Вот на этой отливке, если вы посмотрите, видна форма матки, да, вот мы смотрим, как матка выглядит. Все примерно могут посмотреть в Ютубе, в интернете, да, сейчас у нас все это есть. И над этим как бы склонена женщина, если опять же все фантазию включат, то немножечко можно увидеть. Это такой вид видения, называется апельцепция, да, то есть мы видим в формах какие-то структурные смысловые рисунки. Вот, и здесь видна женщина, то есть которая давит на определенный вот этот детородный орган. То есть в данном случае я снимала с человека пробой по деторождению, сделанная порча была женщиной в прошлые какие-то годы, да, вот я ей объясняла этому человеку. Также пробой идет по сосудистой системе. То есть эта отливка, допустим, в данном случае это, она сняла на себя достаточно объемный негатив. Я ее не стала утилизировать, я специально изучаю сейчас многие отливки, чтобы вывести общую схему понимания, что эксперт может видеть на отливке. У меня такая есть фунт, ну, как бы я хочу это все обнаучить, да, немножко, сделать трактат о воске, да, вот я хотела его на Конгрессе в РАМ представить, но пока у меня на это не было времени. Вот я сейчас собираю какие-то формы интересные. В этих отливках при отливке можно видеть формы лиц. Когда вот я недавно снимала негатив, у человека была пухлость на ногах сильно, я 4 отливки через каждый промежуток времени 30 минут делала с человека, да, и в принципе выливалась форма ноги, пухшая как бы со всех сторон ступня, то есть это делалось на обезноживание. Вот, то есть воск, воск, вы должны понимать, восковые свечи церковные, да, тоненькие, или вообще свечи лучше восковые именно, потому что это живой продукт, они имеют свойство чистить и снимать негатив. Опять же, сразу предупрежу, что обычные восковые отливочки надо утилизировать, либо относить на перекресток, да, как вот мне коллеги тоже рекомендуют, но видя, что я их как бы фотографирую, но я обычно на фотографиях потом блокирую, то есть этот негатив, он не идет как информационная, ну, не возвращается тому человеку, с которого я сняла, он не идет тому, кто посмотрел, это просто заблокированная отливка, и фотография просто несет информацию, что на ней было, все. Вот, опять же, при очистке помещения вы можете использовать свечи, и, соответственно, если, конечно, кто сам умеет, либо обращаться к эксперту, кто вам понравится, соответственно, по духу, да, по ощущениям, кому вы можете доверять, с вас могут снимать восковую такую отливку, снимать именно негатив, то есть чистка происходит очень хорошо, уходят даже диагностические заболевания, если у человека это не въелось сильно, ну, как бы, сами знаете, бывают моменты, когда человек уже сам поверил в заболевания 100%, и очень трудно такие вещи снимать, даже медикам лечить, да, поэтому вот я вот хотела вот такую вот фишку сегодня рассказать, интересную про снятие негатива на воск. Лена, это действительно очень интересно, существует действительно, дорогие друзья, очень много методик разных, методик, потому что каким-то образом надо, когда оно не появляется, или то, что появляется, оно бесследно не исчезает, оно должно куда-то, где-то с чем-то заместиться, то есть откуда-то что-то уходит, туда оно должно что-то и вернуться. Вот таким образом, но еще раз сбрасывать надо какие-то вот эти вот негативы, сбрасывать на какие-то нейтральные вещи, которые не могут повредить никак и нигде. Лен, у нас тут несколько есть вопросов, как-то мы затрагивали эту тему в других передачах, ну и эта тема очень такая неоднозначная, речь идет о том, что, ну вот как бы мы люди, ну что ли марионетки, вот куклы как бы, которых вот какой-то кукловод дергает за ниточки, и мы делаем, и мы недавно в последней передаче говорили с астрологом, и речь шла о том, что, ну вот это называется инстинкт толпы, когда люди вот, скажем там, в одном настроении, ну чуть ли не зомбированы кем-то, чем-то, начинают вести себя все, ну примерно одинаково, если всех кого-то ненавидят и так далее, к сожалению, нет такого, что все кого-то любят. Вот, сегодня все меньше и меньше, все почему-то вот такие низкие вибрации, вот такие вот очень серьезные чувства, которые, к сожалению, вызывают ответную реакцию по поводу к нам высших сил и природы в том числе. Ну вот такой вопрос. К тебе как парапсихологу, как ясновидящему, скажи, пожалуйста, как ты считаешь или как ты видишь, есть ли какое-то такое теневое, как его называют иногда, правительство Земли? Я считаю, что такое есть, но оно не единое, то есть как бы, то есть это не единое правительство, которое управляет всеми процессами. То есть изначально, если мы все знаем историю, там, масоны и прочие были, да, то есть это все подразделялось, управлялось массами. Сейчас это все действует по-другому. Существует клановость определенная у тех, кто управлять пытается процессами на Земле. Также, кстати, инопланетного происхождения, да, то есть существуют структуры, которые не хотят военных действий на Земле, соответственно, да. Вот, и если вы сейчас заметили, то такое ощущение, что черное сражается с белым. Вот какие-то вот моменты, если посмотреть на, даже вот ты говоришь, общее состояние у людей. Ведь осознанных людей, осознавших себя в данном теле, ну, может быть, 10%, и управляет миром, по сути, не какая-то там, не народ, как говорят, и не правители там теневые, а именно те люди, которые могут управлять самими процессами мироустройства энергетические. То есть это может быть, как мой бывший муж говорил, эзотерик, да, дедушка в какой-то деревне, он просто может думать, а в мире будет что-то меняться, и никто не сможет с этим бороться, потому что никто не будет понимать, как это действует. Вот, если взять сегодняшнее, сегодняшнее видение, да, то в мире существует определенное количество нестандартных, как это, нестандартных людей, кто может управлять процессами, как в плохую, так и в хорошую сторону, на уровне каждой своего материка, назовем это так. Это не правительство, это просто люди, они связаны с психологией, эзотерикой, кто-то в свободном полете, кто-то о себе заявляет. И сейчас происходит в мире, прежде всего, борьба, энергетическая борьба вот подобных людей, да, то есть, как бы идет постоянно передавливание одного на другого, и, ну, как бы такая война экстрасенсов, я бы так назвала, разных категорий. Вот, а также точно, опять же, существуют и правительственные вещи, да, как бы правительственные круги, также точно существуют негласно те, кто просто имеет деньги, и у них есть своя какая-то партия, и они по-своему управляют процессами на земле. То есть, сейчас это все очень неконтролируемо. Как бы, есть попытки все это, ну, как бы упорядочить, вроде бы, но, если вы заметили, что то, что сейчас происходит, постоянно что-то выходит из-под контроля. То есть, нет единой системы управления землей. Прямо скажем, есть разные группки людей, которые возомнили себя богами и пытаются творить, что хотят. Лена, я прошу прощения, я перебью. Дело в том, что, когда я говорил «теневое правительство земли», имеется в виду, я имел в виду, точнее, понятно, существуют какие-то группировки. Мы несколько раз уже говорили, наверное, надо будет сделать отдельную передачу по поводу масонов, кто такие масоны. То есть, в умах людей в основном это какая-то, действительно, какая-то такая таинственная ложа, масонская ложа, которая занимается какими-то интригами, какими-то заговорами. И это все направлено против всех нас. И существует там огромное количество всяких этих обществ тайных, что, допустим, иллюминати, мы знаем это все. Это идет там издавна, издревле. Дело в том, что чуть ли не 75% американских президентов, они все принадлежали, они все входили в масонскую лужу, вот это количество президентов. Но это не значит, что они занимались заговорами. Я, когда говорил «теневое правительство земли», я говорил «это не земляне». Если не земляне, я озвучила, что есть группировки, инопланетные группировки, и так как Земля входит в полосу, естественно, мы все взаимосвязаны с другими планетами, все, что происходит на Земле, энергетически, предметно, отражается на других планетах. И есть инопланетяне, которые не афишируют свое присутствие, по крайней мере, массово. Мы не знаем, что они есть. Нам не говорят об этом по телевизору. Ребята, вот сегодня пролетели инопланетяне. Нет такого. То есть для всех это как бы некий вымысел. Все думают, а для всех дана информация, что этого нет. Но на самом деле есть. И процессами нашей Земли также занимаются, я считаю, что четыре инопланетных структуры, которые как бы давлеют в плюс. И вот одна из них, мне все-таки ощущается, не очень доброкачественно относится. Относится больше к этой планете как колонизатор. То есть чисто из-за ресурсов. Ну, имеется в виду, ну, во все века, во все времена, в общем-то, у нас есть плюс-минус, у нас есть синь-янь, у нас есть какая-то, скажем, две структуры, которые между собой противоборствуют, с другой стороны, они поддерживают баланс. Потому что не будет одной, не будет и другой. Когда-то существовали цивилизации. Вот в Египте, ведь сейчас не скажу, как называется, честно говоря, на имена у меня такая память не очень, есть такое созвездие Орион, планета Орион. И в частности, вот именно в Египте поклонялись, там она по-другому называлась, как-то поклонялись и считали, что именно оттуда прилетели боги, которые сотворили Египет и выстроили всю эту схему египетского верования богов и дали знания. То есть, по сути, если глубоко изучить религиозный культ Египта, можно точно сказать, что там есть инопланетное происхождение, по сути, так же, как, кстати, и в Мексике. И эти инки, ацтеки, там тоже это прослеживается просто, да, что это было, есть, и я даже думаю, это и будет, и на открытый контакт, пока я не вижу, чтобы кто-то что-то вот так пошел, что прямо по телевизору это засняли, по первому каналу или по-вашему, да, телевидению, то есть, но какие-то контакты наши спецслужбы, я думаю, с этими структурами имеют, и в какой-то степени я не думаю, что земляне творят, что хотят. Иногда у меня ощущение, вот я как вижу ситуации, что как будто бы ими тоже кто-то управляет. Вот. А насчет, кстати, людей, ты вот сказал, помнишь, что эффект толпы, да? Во-первых, не забывайте, что существует 25-й кадр на всех передачах, телеканалах и так далее. И вы не знаете, что засовывают в рекламу рекламодатели, чтобы вы потом бежали и покупали продукт, который они рекламируют. Естественно, эффект 25-го кадра присутствует во всем. Почему, может быть, и не стоит смотреть телевизор, если вы смотрели, допустим, в Ютубе ролики, то обратите внимание, разница ощущения от того же какого-то блогера, ну, максимум, максимум, там идет какая-то реклама, но она не такая, как на телевидении. То есть там нету состояния 25-го кадра. У вас не вызывает он какие-то ощущения, эмоции, которые, допустим, вдруг у вас подспудно выплывут, если вы посмотрите обычный телевизионный канал несколько раз, да, и какие настроения у вас потом возникнут, вы просто можете сравнить и поймете, что на всем телевидении и в Америке, и в России присутствует определенная заложенность информации, скрытой, в видеоряд, вот этот, как сейчас называется, да, вот, ну, 25-й кадр, как раньше на пленке, да, было. Поэтому, естественно, также существует еще, вот, как раньше было инфекционное заболевание, да, считалось, и сейчас это есть грипп, там, и прочее. Один заболел, чихнул, и там 10 сразу захватил. Сейчас то же самое происходит с информационной болезнью, да, то есть достаточно кинуть какую-то утку информационную, и люди начинают это дело подхватывать, особенно в соцсетях, и я вам скажу, что вдруг человек начинает загораться неправедным гневом каким-то, то есть, опять же, еще раз повторюсь, что информации, которые дают, вбрасывают иногда в интернет, вбрасывают иногда в СМИ, то есть массово, да, что в Америке, что в России, что во всех странах, она ведет людей к определенному миропорядку, который установлен теми людьми, кто эту информацию закладывает, вот, и, опять же, так как очень большой процент людей пустые, то есть давайте посмотрим, каждый живет на уровне своей тарелки, мало того, если человек не работает и пришел домой, он просто тупо смотрит телевизор, то есть по сути самого человека его мысли нету, заметьте, взрослые люди не задают себя вопросами, для чего они живут, человек не изучает свой гороскоп в сто раз и не смотрит, допустим, свое предназначение, это делают обычно 18-летние, 20-летние, 15-летние, которые еще мыслят категориями перехода с прошлой реинкарнации и им интересно, что они будут в этой реинкарнации, вот, взрослые люди уже не озадачиваются, они смотрят гороскоп только для того, чтобы понять, будет завтра удачный день или не будет в их рабочем порядке. Вот интересная вещь, я сегодня просто не успел, я хотел сегодня сделать программу специальную, дело в том, что вот беседую с астрологами и не с одним, у нас их несколько астрологов есть, и задаешь вопрос, что изучает в конце концов астрология, мы прекрасно представляем о том, что есть понятие астрономия, астрология, астрономия, где находятся светилы, в каком месте, на каком участке неба и так далее, астрология, как они влияют на нас, так вот, даже в астрологии и то, вот ты правильно сейчас сказала в том плане, какой день будет удачный, какой будет неудачный, когда ехать в отпуск, когда там надо подписывать контракты, но вот вопрос другой, вот Луна, к примеру, вот я буду делать отдельную передачу, какое место занимает Луна, ну, скажем, в восточной или там в ведической астрологии, есть понятие, три понятия есть, солнечные, гороскопы, солнечные, скажем там, где находится Солнце, у нас, вот, когда мы там читаем все девы, все козероги, все рыбы и так далее, вот, которые родились, вот у них будет то-то, 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 это один фактор из трех, а где находится восходящий знак, где находится Луна, так вот, на Востоке Луна самое главное, почему Луна это честь, ум и совесть нашей эпохи, как говорили когда-то, перефразируя. Ну, понимаешь, я вообще, одну вещь тебе скажу, когда я работал со своим бывшим мужем, вот, мы занимались его интересными лекциями тогда, да, это было целое мировоззрение для меня, вот, и я скажу одну вещь, что, в принципе, там речь шла о том, чтобы отказаться от всех каких-то эгрегорных установок, по сути, да, и на тот момент, как бы, если человек все-таки абсолютно не верит в гороскопы, то есть, в каком плане абсолютно можно не верить в гороскопы, но при этом все равно быть эгрегорным ему, гороскопа, да, какому-то своему, то есть, не опираться в сознании на выстройку своей судьбы за счет гороскопа, вот в чем дело, то есть, опять же, элемент веры во что-то, он существует, поэтому, как бы, если человек, допустим, не опирается в сознании на луну, допустим, как на фактор, да, то у него она может меньше влиять на его дела, почему-то, да, но есть еще такой фактор, чем интуитивнее и экстрасенсорнее человек, тем больше он чувствует влияние планет, планетной вот этой вселенской системы, хотим мы этого или нет, но, допустим, при полнолунии действительно одни ощущения, там, при новолунии они другие, и как бы, если изначально молодежь, она как бы, к этому не прислушивается, они просто, допустим, могут быть ведомы этим, то с возрастом все равно ты начинаешь ощущать вот эту связь, не только себя там с планетой Земля, да, а вот именно связь со всеми планетарным вот этим масштабом, допустим, да, и влияет это на твой организм или нет, тоже зависит от того, насколько ты что-то отрицаешь, а что-то принимаешь, то есть, как бы, пропускаешь ли ты сквозь себя лучи солнца правильно, или не пропускаешь, вот в чем дело, то есть, если идешь по улице и тебе жарко, там печет, если ты будешь сильно на этом акцентироваться, то может заболеть голова и получить можно солнечный ожог, да, а если, допустим, пропускать грамотно сквозь себя лучи солнца, то, соответственно, можно пройти, и ты даже не заметишь этого, потому что для тебя будет комфортно, то есть, все зависит еще от внутреннего вот этого тоже устройства, как ты воспринимаешь те или иные знаки, символы, коими, кстати, астрология или карты Таро является, да, там, в картах Таро вообще луна это достаточно депрессивное, обманчивое состояние, это именно идет развитие интуиции в этой карте, то есть, и в какой-то степени луна, она всегда именно, почему говорит лунатик, человек чувствует, ну, как это сказать, очень сильно потусторонние какие-то вещи, то есть, вот, кто реагирует, ну, лунатик, Вольф Мессин, кстати, лунатиком был, он вставал по ночам, именно его притягивала луна, то есть, луна это какая-то вторая сторона нашей души, наверное, нежели солнце, мы как бы, по сути, и солнце, и луна, каждый человек, но мы вот в этом себя тоже формируем, хотим мы этого или нет. Да, Лен, то, что ты объясняешь, это все правильно, потому что, я сейчас не говорю об объяснении, как это трактуется в той или иной, скажем, системе. Ну, я сказала, чисто свое сейчас ощущение, я не про систему вообще. но ты сказала одну, но ты сказала одну вещь, речь идет о душе, вот, вот это ключевое слово с моей точки зрения, потому что, никакая астрология, вот то, что я слышу, еще раз, а я как бы и сам об этом разбираюсь, поскольку я так изучаю эти моменты, но меня интересует больше на всех этапах, где находится наша душа, а где в астрологии находится наша душа, как на нас влияет планета с точки зрения материального мира, ведь если мы говорим, только что вот мы об этом проговорили, кого сейчас интересует астрология, где находится душа, Луна, именно к этому самому, вот, к этому, то, что находится внутри нас и имеет какое-то отношение, поэтому, еще раз, ну, будет отдельная передача, другие друзья, сейчас обращаюсь к вам, напоминаю о том, что мы беседуем с экстрасенсом, парапсихологом, медиумом, Еленой Порецкой, и речь идет о том, что, в общем-то, как бы не принято говорить, возможно, и то, что не популярно, популярно как, ну, вот, Елена, у меня вопрос к вам, ну, не у меня вопрос к вам, а к вам приходят люди и говорят, Елена, помогите, почему помочь, а что случилось? А случилось вот это, вот это. Кто, расскажите мне, занимается вопросами, почему это случилось? Кто, расскажите мне, задает вопрос сам, тот больной или клиент, который приходит, почему со мной это произошло? Он не спрашивает, почему со мной это произошло? Давайте разбираться. он просит помогите мне в основе своей люди делятся на несколько категорий я даже не могу сказать точно какое количество этих категорий пока потому что она постоянно периодически меняется но одна из категорий людей это которые просто приходят к специалистам эзотерики чтобы у них решили вопрос то есть вытащили из той проблемы в которой они попали как бы да и мало того что при вытаскивании таких людей люди не задумываются почему они в это попали и тут все зависит тоже от какого специалиста кому они попадут потому что если специалист просто вытащит тупо этих людей из проблемы такого плана то в итоге потом они через недолго попадут в другую подобную ситуацию и сколько защиты не ставь человек все равно наступит на те же грабли но в другом почему это не развивающиеся люди которые просто думают предметно очень достаточно им важно чтобы у них это наладилось они не задаются все вопросом почему у них это произошло у меня бывает очень часто категория людей которые озадачивается почему это произошло почему я и снимаю негатив исходя из прошлого то есть потому что все это есть причинно-следственная связь что делать наши родители там в прошлом и кто за что отвечал это все передается детям и есть люди которые задают вопросы анализирует свой род сами и когда я даю ему какие-то установки эти люди начинают мыслить и моя система в которую я вкладываю в человека она же живет и работает даже если я уже не работаю с этим человеком так как раньше человек там приходит раз в год потом ко мне на корректировку и я вижу все равно в человеке то что я вложила первоначально она работает человек задумывается и у человека уже нету такого как раньше да там общего слепка жизни что вот он живет как катится куда-то и человек понимает что за каждый свой поступок это уже отвечает но таких людей кстати не так много я скажу основа есть еще категория людей приходящих к эзотерикам которые считают что им сделали вот реально и видят весь мир они через эту призму то есть у них очень сильно развито видение ситуационных своих вопросов и проблем с символами которые подсказывают им на основе их знаний уже полученных кто-то кстати сам это занимается этим вот и они по-своему работают у меня есть клиенты кто сам допустим звонит мне но при этом да я снимаю негатив человека но человек мне сам рассказывает что-то кто-то на рунах кто-то на воски кто-то на яйца выкатывает сам себя со своих родственников то есть это кстати очень неплохо даже но тут тоже нельзя впадать фанатизм как бы да потому что прежде всего всегда должна быть причина потому что причина негатив может быть даже то а что человек начинает видеть мир через призму этого негатива то есть концентрация человека становится слишком на том что от кого-то что-то пришло кто-то косо глянул а вот здесь опять же система медитации золотистой серебристой энергии которые я даю да вот и она где-то в записях есть она помогает человеку абстрагировать от себя вот это вот влезание в чужую в их не бел поле там на уровне чужой взгляд чужое это кстати к тому я говорю что вот информационная болезнь на это когда на человека посмотрели мысленно у него увидели ситуацию сейчас есть такие да люди и пожелали ему что-то просто даже увидели просто увидели что чек споткнулся и человек пошел споткнулся понимаете и чтобы вот это не влияло немножечко надо чужую энергию от себя абстрагировать опять же я на том уроки как свет не уроки на том эфире говорила да как это примерно делается поэтому в какой-то степени люди которые задумываются о том почему у них произошло что-то не так в этой жизни и ты правильно кстати говоришь если что-то ушло вдруг что-то случилось не надо сразу идти убивать недоброжелателя потому что может быть в прошлой жизни вы ему там извините еще хуже сделали и где тут судья который решит ваши споры кармические да только вы сами должны остановиться и не впадать в кровную месть и там относительно чего-то как бы там не было нужно остановиться и подумать а что случилось почему потому что бывает что в прошлой жизни один человек другому сделал очень плохо там вплоть до смерти их родственников или родственника в этой жизни тот родился и сделал ему также то есть как бы здесь нужно тогда остановиться пережить это и сделать глобальные выводы как бы да и проявить правильное отношение к этой ситуации опять же и к этому человеку который сделал плохо да там потому что ну лучший вариант конечно такие случаи нет не допускать не допускать то есть это опять же нужно анализировать думать снимать негатив чистить себя стараться здесь нужно к конечно такая эзотерическая база каждому человеку все-таки я считаю что уже время пришло чтобы люди были более осознанной но опять же к сожалению каждый живет на уровне своей тарелки вот реально понятно ну хорошо если мы будем говорить все таки у нас время уже это было действительно очень интересно время у нас подходит концу ну много людей приходит я знаю мы беседуем не эфира вот какие последние вопросы и наши передачи которые проходят люди наверное обращаются по этому поводу вот какие такие главные вопросы последнее там время ну главное вопрос опять же устройство личной жизни рождение детей естественно беспокоит волнует имущественные какие-то провалы у людей бывают финансовые ну как то вот бывает что у кого-то потеря дружеских отношений человек переживает и я вас там у кого-то ребенок не хочет учиться и такое тоже бывает опять же не нашел себя да допустим у кого-то наоборот человек боится идти дальше там ребенок или дети да там тормозит и боится идти во взрослую жизнь то есть абсолютно разные случаи есть кто-то приходит по здоровью проблемы и автоматически я работаю как бы с болезнями в принципе в том же ключе что и с негативом для меня это негатив так я также и с собой работаю со своими близкими то есть поэтому приходится совсем букетом я бы сказала и когда мне человек иногда звонит и говорит вот мне только уточнить вопрос я говорю пробуй даже иногда пойти на встречу чеками начинает уточнять а там скрывается такой букет и огурня давайте вот так вот я я все решу вопрос решая на сеансе то что достаточно задать вопрос что не складывается ситуация личной жизни а там оказывается проблема идет очень глубоко касается родителей там человека да и прочее прочее опять все равно все приходишь к тому что надо снимать негатив потому что смысла нет раскладывать человеку из того стереотипа негатива с которым он прожил много лет но будет только хуже а смысл мне ломать человеку ухудшать ситуацию поэтому конечно надо люди разные приходят абсолютно разные слава богу что приходят именно которые хотят понять почему у них это произошло что надо сделать чтобы изменилось это и как им дальше поступать чтобы этого уже было меньше негатива на их жизнь то есть слава богу что стали приходить в большом потоке все-таки такие люди это здорово последний вопрос наверно существует очень много вот так сказать сегодня коллег сотрудников в этой части к эзотерической которым обращаются люди существует даже целые структуры вот с одной структурой я даже предполагаю мы будем сотрудничать скажи пожалуйста это правильно о том что люди приходят сейчас к таким специалистам эзотериком то магом волшебником гадал гадателям я знаю место того чтобы все таки разбираться сам собой а перекладывать на их плечи данном случае и на твои тоже свои проблемы это правильно и наполовину бывает бывает сам человек не может разобраться и наверное такие сайты вот как сайт про который ты говоришь эзотерические он действительно помогает во многом но существует принцип где человек приходящий к эксперту все-таки должен разбирать ну реально ли это эксперт или все-таки это уровень психолога то есть опять же здесь нужно быть всегда осторожнее потому что мы сами знаем что в любой профессии есть специалиста есть просто кто зарабатывает на этом деньги потому что другого ничего не делает или не хочет делать и угадать это с первого раза нельзя но обычно прозванивается как бы ну все-таки выводят людей на то и кто кто-то кому-то помогает каждый человек всегда находит своего специалиста вот я бы так сказала ну то есть нормально это все в порядке вещей это наверное обращаться к таким специалистам скажем ну обычно же обращаются люди у них проблемы не только там где-то там порчи там навели они предполагают что могли навести порчу но ведь это проявляется на физическом теле надо было бы наверное обратиться может быть врачам нет ли сегодня вот моды так как как бы мода такими специалистами осталось что прийти к врачам я бы сказала тебе такую печальную сейчас вещи я сейчас не буду плохо говорить про медицина в россии или про медицину в других странах но я тебе скажу что сейчас фармакологическая вот эта вещь она превратилась в какое-то бешенство да то есть людей натаскивают на лекарства и практически я даже знаю очень много случаев где неверно людям ставят диагнозы про то что наша медицина сейчас в россии ужасно да там 15-12 минут на человека в москве это вообще беспредел с одним вопросом ты приходишь и все это вот люди сами меня расскажут и ты не знаешь можно пройти к врачу только по знакомству и действительно с тобой это вот разговаривать вот эта беда поэтому идут к нам понимаешь что идут к нам потому что действительно люди по-человечески разговаривают я например то есть как бы в ту сумму которая беру с клиента я могу четыре часа разговаривать с человеком работать да там я могу терпеть слезы там человек будет плачет ты понимаешь бывают люди в таком психологическом ступоре приходит что человека трясти начинает понимаешь и по сути это работа психолога но приходят к нам понимаешь ты и действительно мы многим помогаем но понимаешь опять же тут нас не хвалит за это нас наши сми постоянно шпыняет да хотя между нами говоря это та же самая целительская практика эзотерика да как и медицина то есть и мы можем вполне совместно существовать и работать с клиентами как кстати было в 90-е годы чтобы допустим целитель подтверждал свою специфили специализацию знаешь как было давали палату ну людей больных и целители лечили их и потом смотрели по анализам что у человека изменилось и сертификат выдавали по специалисту который действительно восстановил здоровье клиента понимаешь да то есть это было начало это 90-е годы были тогда вот таким образом очень многие целители как бы с 90-х лет кто работает они так до сих пор и работают в россии сейчас целители вообще стараться не подпускать медицина потому что это бизнес это все превратилось тупо в бизнес ты правильно сказал понимаешь вот у нас идет наезд на гомеопатию это тоже потому что это бизнес хотя гомеопатия многих поставил на ноги и это реально лечение ли реальное лечение кстати работающие представляешь да да я не только представляю в курсе дела я этим всеми вещами занимался есть такая компания hill это немецкая компания общеизвестная есть компания которая используется в своих производстве своих скажем там медицинских условно говоря препаратов потому что гемогомеопатия да там есть медицинский аспект но это не все таки не совсем эта медицина вала веледа есть такие швейцарские две компании hill совершенно потрясающая компания которая имел имеет филиал в альбукерка соединенных штатов и я с ними был связан поскольку как бы ну я занимаюсь этими вещами тоже вот и это печально да печально но я когда задавал этот вопрос я имел ввиду как раз таки не то что тот аспект и его не стоит вообще-то говоря озвучивать потому что что есть то есть мы сегодня живем в кали-югу это век невежества мы я сейчас говорю не об этом я беру настоящих врачей такие есть без сомнений такие да есть тогда врачи и действительно от бога до тала есть такие люди а и есть совершенно такие же люди которые занимаются эзотерическими практиками знаю абсолютно точно знаю на разных территориях знаю людей в в индии сам с ними в контакте сам был не один раз у них которые являются посредниками как ты допустим посредниками между высшими существами богами но они по-другому естественно это делает их зовут пандиты это браманы и они делают ведические церемонии называется ягья сам я делал неоднократно через наш центр проходили довольно большое количество людей то есть человек приходит с проблемой на разно разно по разноплановые проблемы что он делает он ничего не решает сам даже если он обладает качествами нет зачем ему лезть куда-то вот скажем я не лезу в астрологию хоть и разбираюсь есть на это уполномоченные люди там лицензированные не знает не имеет значения профессиональные люди они знают это в тысячи раз лучше так вот вот эти браманы пандиты они делают физическую церемонию с целью умилостивить высших существ и богов да и удивительным образом все меняется удивительным образом все меняется более того уди ну так вот происходит в бразилии кстати где ангелы где вот сущности духи они лечат нас от очень и очень серьезных заболеваний вопрос заключается в другом будет ли человек сам в этом процессе участвовать ему помогут ты ему поможешь в сущности ему помогут боги ему помогут но он-то ведь получил эту болезнь и скажем так потому что он что-то сделал не так хватит ли у него вот именно здесь мудрость и понятия на дается причина вот я всегда стараюсь объяснить какую-то причину причем я работаю когда с человеком я да я говорю вслух какие-то вещи но я еще делаю закладку ментальную и получается что у человека потом формируется мировоззрение по-другому то есть человек начинает понимать то что я ему вот вложила у человека начинает отработать и он начинает понимать что если он где-то сломал веточку то он должен хотя бы извиниться там иначе извиняюсь он это потом упадет дерево данное на него на его голову то есть здесь как бы я всегда это объясняю и стараюсь чтобы вот это состояние которое я стараюсь дать чистота помыслов то есть чтобы человек сам как бы не старался заглядывать чужие судьбы очень же многие любят жить чужой жизнью это очень абсурдно но это есть заглядывать под чужие одеяла там замочные скважины это страшно но это присутствует что людей другого ничего нет они за счет этого себя позиционирует чем кстати у нас сми наши и развивает людей на таком уровне поэтому я всегда даю это состояние и человек старается жить своей жизнью наполнять себя человек становится уметь более счастливым учиться да вот тяжело конечно тем кто не умеет это не видит в себе плюсов даже в каком-то таком вот жизни в которой у них есть люди не всегда видят плюсы хотя прежде всего я всегда говорю обратите внимание на свои плюсы у кого-то и этого нету посмотрите все ваши плюсы оцените их вы присмотрелись вы устали сами от себя и вы не видите что выпитая чашка кофе на кухне это просто прелесть понимаете это же здорово особенно если это своя кухня это же вообще великое счастье в на в наше то время а если вода из-под крана и хороший кофе да да есть там еще хороший кофе это вообще великое счастье а вода из-под крана что ты можешь пойти душ принять любой момент понимаешь вот поживи в хижине любой человек и поют вот так вот без условий и любовь ты тут же поймешь прелести жизни цивилизованной где-то не может может не тратить время на стирку около ручья да там на готов к сериального мяса который надо еще достать бегая по лесу а если она вообще да там то есть реально у нас сейчас неплохое время и есть мы не хотим опуститься до уровень первобытного человека с беганием друг за друга с палками и стопорами то лучше конечно всему человечеству обратить внимание на плюсы и улучшить наши условия значит улучшить экологическую составляющую а не заражать воды отходами а потом думать где же нам из какой мочи нам делать воду теперь как сказал бы да как делают в космосе то есть как бы не пришлось пить свои отходы если мы загадим всю землю понимаешь да вот чем беда то поэтому я считаю я учу всегда своих клиентов именно учу да это у меня все-таки логика от моего бывшего учителя и мужа да что людям нужно понимать и оценивать и плюсы и минусы но концентрироваться дорогие мои надо только на плюсах потому что минусы мы все так знаем сколько кто кому должен у кого какой косяк висит где кто за кем бегает и так далее но если вы будете концентрироваться на каких-то минусовых позициях вашей жизни они вас предают окончательно и вы просто не увидите никакого счастья поэтому ваша задача про собирать плюсы собирать плюсовую энергию вашей жизни наслаждаться проходкой от магазина к дому и обратно да там гульбой с собакой и с кошкой не знаю кто с чем гуляет то со слоном да вот стараться находить радостное событие даже в обычной уборке квартиры то есть наполнять свои энергии все свое окружение и приносить все-таки больше плюсов и окружающим но естественно не пускать свою жизнь негативных людей опять же я даю систему в которой вы сможете определить это и постараться минимизировать общение с такими людьми понятно хорошо лена спасибо большое это передача с моей точки зрения была очень очень познавательно я бы так сказал потому что и неоднозначность тех вопросов которые мы разбираем разно ну скажем разное мнение которые могут быть у наших радиослушателей это вызывает какую-то скажем обратную связь и далее дорогие друзья я обращаюсь уже к вам пожалуйста вы ставьте свои комментарии ставьте свои замечания в свои предложения сангейтс radio.com сангейтс radio.com это сангейтс 1 0 8 это наш skype меня зовут майкл мелихов руководитель центра сангейтс елена порецкая экстрасенс парапсихолог ясновидящие на территории россии и наша программа подошла концу спасибо большое всего доброго до свидания пока всем пока а